Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 19 марта. День Аркадия. День в назван честь преподобного Аркадия. С юных лет он посвятил себя иноческим подвигам, был наставником святых Иулиана Врача и Евула. Еще в этот день поминают святых равноапостольных Константина и его матери Елены. Они прославились своей благочестивой жизнью и добрыми делами. Согласно преданию, именно царица Елена и ее сын Константин отыскали тот самый крест, на котором был распят Иисус Христос. В этот день у русского народа было особое почтение к воде. Сегодня освещали колодцы, ходили в баню. А утаптывание снега возле колодца помогало сделать воду в колодце более вкусной. Этот же обряд позволял взять у колодца крепость и здоровье. Также следили за тем, чтобы талые воды не наполняли колодцы. Женщинам, у которых на данный момент месячная или беременность, сегодня не разрешалось подходить к колодцу, чтобы не испортить воду. Не следовало ругаться, сплетничать, курить, выпивать, поминали предков. Вода все воспринимала и придавала это в мир умерших предков, которые смотрели на живущих людей через воду. Бытовала поговорка. Плюнуть в колодец все равно, что родной матери в глаза. Приметы. Морозная погода сегодня жди весны и теплого лета. Сегодня нельзя пить воду из чужого колодца, чтобы он не пересох. Если сегодня утром ударил мороз, то еще 40 дней будет такая же погода. Дятел в лесу стучит, холода продлятся еще. Лед на реках тонет, год будет неурожайным и тяжелым. Тринадцатые лунные сутки. Дело идет к полнолунию. Прилювная волна в океане вновь набирает силу. А в организме усиливается циркуляция всех жидкостных средств. Крови, лимфы. Усиливаются и обменные процессы в организме, ведущие к его обновлению и омоложению. Что касается энергетической активности, то есть энергия находится в пищеварительных органах, от работы которых во многом зависит обновление ткани. Чтобы максимально использовать особенности этих суток, ешьте только свежую пищу, пейте свежие соки, обновляющие кровь, яблочные и свекольные. В готовые блюда добавляйте по горсточке проросшей пшеницы. Прилетствуются совместные действия, направленные на получение и обмен знаний. 14 лунные сутки. Энергетика лунных суток постоянно возрастает, и это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм, особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо заниматься ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений.